ребятушки привет я я всех всех приветствую значит ну вы видели вчера мою оскароносную речь действительно речь достойная оскара при этом я показала что я не костноязычна бываю когда я в гневе да да кстати я бы читала я хотела понять феномен вот этого андрея ефремова которые называют людей которые как я говорят как он как то есть как он считает бессвязно и значит с витрением иностранных слов значит я ему хочу сказать что может быть это еще и результаты вообще-то использования техники иностранной но вот вы же когда пишите с какого телефона с русского вы с русской техники пишите я хочу сказать то есть вы что вот используйте только русские слова везде в общем вы знаете я хочу вам сказать что вы там физика природа там а я хочу вам сказать всем например и им только русские говорят рим весь мир говорит рома весь мир рома говорит а рус на русском языке почему-то это рим но тоже может быть это есть какой-то сакральный смысл в этом я ничего не говорю просто понимаете этот вопрос о том что связная связная речь то все относительно как бы вот плохой почерк и выдает гениального человека понимаете иногда там человека который вы видите самого самого доброго на деле он какой-нибудь каннибал этому фильме уже видели с этим с примером вот этого вот доктора лектора как бы то есть человек супер интеллектуал супер умный супер с правильной речью обдумывающий каждый извешивающий каждое слово на самом деле просто обыкновенный каннибал вот поэтому как бы то есть вода течет но все таки мы не вода хоть мы состоим на 70 процентов из воды у нас какие-то рамки и вообще должны быть чего-то мы сами все должны их устанавливать я не 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 про те рамки для рамки для хорошего нельзя нельзя устанавливать а рамки для для какого-то супер девиантного поведения мы все-таки должны устанавливать сами сами у каждого свои общем вот то есть без 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 девиантности не понять что хоро что такое не девиантность понимаете бизнес без без связной речи не понять что такое связная речь то есть смысл иногда вообще в одном слове правильно ну ладно я хочу все уже больше не к этому не возвращаться вы поняли оскар мнения скорее всего вручат заочно пришлют и по почте за мою супер связную и супер эмоциональную речь но вы поняли что я сумасшедший да я сумасшедший другом плане шизофреники все таки это люди которые слышат голоса это прямо вот отличительная черта понимаете андрей получать и живцы премию я даже тест себе делала всегда подозревал что я все таки я это с приветом короче но у меня другой а скорее всего буйная буйная по каким-то периодом или какое-то время суток 5 5 вечера я буйство или в шесть вчера было да вот короче в общем дело в том что понимаете есть очень много странности начнем с того что у нас всего два градуса это супер это супер странно всегда там и видите опять шапки были я никогда в жизни она и уже ее не сниму блин мы находимся 20 марте то есть мы 20 марта делаем вот этот видео и у нас всего два градуса это для меня если смотрела на грана ну на телефон где написано было два градуса я осмыслить это просто это очень сложно для понимания вообще для даже для моего вот это первый раз такой первый раз в этой ну за все мое пребывание в италии это первый раз такого я вообще не не припомню уже в конце марта же конкретно у нас начиналось тепло вот извиняюсь извиняюсь меняю ручку меняю вот значит так второе куда вот я сегодня в общем у меня много там кстати вот как мне сделать программ не столько вообще вам показать во-первых я же вам говорила что я это хотела сделать вам эту мега экскурсию где там еще порта гарибальди да вот и вчера я пока искала место я нашла вот это еще порт бастионы порта дэлап вольт и рябольта как бы получается получается смотрите потому что via вольта я выяснила что если взять порта венеция порта венеция еще делала когда-то у лиды у лиды соловьевая на канале я просто теперь буду фамилии назвать что люди не понимают какой лидия говорю ну так как там в общем то все видео были в плохом качестве если что мы повторим я не люблю вообще повторений абсолютно не люблю возвращаться к это пройденному ну так как у меня была бессвязная речь сейчас все таки я уже расту расту и и плюс у меня все таки палка вот и плюс у меня еще мой телефон хорошей камерой то можно вернуться правда там засилие негров и к сожалению не дадут ведь нормально видео сделать в общем я хочу сказать что я выяснила вчера чисто так вот и импровизу по-итальянски как бы это неожиданно что начиная от порта венеция продолжаю помните я лопаты бы на фротели там где вот бастионы там где канал у меня есть программа там где канал сама сама носу с леонардо высушенный там есть порта арка я там вам дело программу я тогда почему-то даже не не соединила то что они на абсолютно прямой линии находятся дальше идет это порта гриба арка аркаде порта грибальди который я вам еще и не сняла я и собираюсь снять я просто не очень не дошла потому что мы застрялись этой ареной с лениным вот и еще дальше точно прямо вот идеально по прямой линии вот и доводит идет это арка скажем так арка как бы там по идее должна быть арка еще понимать я теперь поняла вот там где порта видеться там тоже была арка но ее сейчас нету то есть ее снесли каким-то образом значит получается все таки это точно была рабочая вот потому что я верю в портал ребята вот это я верю в портал я верю как бы хожу то ведь подарками то все под этой порта романа и просто мы не знаю находила ходила ходила чего особо не находила вот короче извините болтала болтала на выключилась видео ну так бывает и когда начинаешь фигню говорить в общем не не фигню просто я говорила про то что я ходила на на подарка это порта романа вот чего особо не находила скажем так но зато мне открываются то есть понимаете в общем я теперь поняла что 5 арок 5 это очень много я считаю находится строго по прямой линии строго не на каким писать и как это было построить это огромное расстояние это примерно километров пять вот по прямой и вот это вот арка долопатчи это вот который ставится на поле и наполеоновская арка вот это вот которая тоже делала посвящала ее на каналее льды соловьевой а она скорее всего замыкает на скорее всего последняя которая прямо на прямой линии потому что если так подумать я так прикинула она тоже получатся по прямой линии почему именно такая прямая линия то есть получается вот в этой стороне неiance ак unhealthy там все там где я еще колью там да вот это должна изучить изучить когда эти негры там уже успокоиться и и покинут это место обитание почему-то именно вот это как прям строго по прямой хотя ведь все мы уже выяснили все там милан и это крепость звезда это понятно но это еще и круглый город но почему арки почему арки 5 на одной линии это очень ну очень таинственная короче сегодня знаете что сделала я утром села думал сейчас буду смотреть карту да посмотрю правильно ли мои вот эти предположения почитаю немножко что-то написано про вот это вот бастион имена di portavolta но я мне google он себя сам не подкидывает материал он не подкинул знаете что 20 домов самых странных самых ну скажем так не было особо красивых самых скажем так известных домов а милана это 20 домов и я решила их читать вот это вот и истории знаете что я просто знаете бешенство матки во-первых понимаете я уже в общем у меня уже есть как бы такие скажем так выводы могу делать за три месяца безумных съемок домов именно фасадов а то что практически все фасады имеют на своей скажем так лепнине лепнину одинаковую смысле лепнину которое как бы относится к античной лепнине мы я как бы так я я не историки как бы так это говорю античной лепнине смысле которую в общем то легко наблюдать я не знаю там и греции и в рома рома ребята рома не рим рома понимаете рома вот а кстати рома а если уж знаете как вы говорите рим мир до рома если снять а получается мор а а мор любовь смотрите а мор любовь а здесь снять а то мор а это смерть вы тоже подумайте такой вот моментик так вот понимаете и там интересно один дом и они вот просто вот видно вот явно штампует например там 15 века там фасад 13 века там я не знаю там 17 века какой-то там дома я не знаю построили начале 20 века вы понимаете я хочу их спросить почему же на протяжении тысячи лет одну и ту же лепнину по одному и тому же шаблону наклеивали значит получается что у них только у них там кто это на наши подобные рептилоидоподобные те кто это вообще строил получается что все таки было вот поставленное производство всех вот этих вот материалов кирпичей лепнины это постоянно из поколения поколения постоянно одинаковое одно и то же умели люди лепить делать хотя я считаю что есть вещи которые это просто не штампованные это произведение искусства в камне или в решетках вот понимаете они нагло пишут что это там 13 века это 15 века это семнадцатого века это время наполеона когда явно вот как я вам говорю арена это явно вот ты смотришь и видишь это какой-то древний рим рома или древнюю грецию да а на самом деле это наполеон построил то есть вот и у меня знаете я читала у меня поехала крыша нереально стало плохо от обилия я не знаю того что надо обдумать все это что я не соглашаюсь с этим что вопросов да мне даже теперь мучают вопрос и мучает я не буду больше спать спокойно но дело то что обман на лицо обман на лицо поэтому и как бы она меня вовлекает да то есть я не могу так как по моей сути я все равно человека высокие тупой исследователь я не могу не вовлечься в это понимаете мне хочется не то что понять не то что понять даже а подумать даже почему все-таки лепнина одинаково не понимаете мы же вы видим мы же видим загогулины там всякие там финти плюшки и всякие львы его там например где-то там я не буду называть где про львов там говорили да ну здесь львы вообще просто чуть ли не на каждом доме причем это может быть там нейтральный лев там веселый лев там злой вот именно только у львов я видела веселые лица остальные все либо нейтральные либо злые вот у львов бывает все таки такое доброе лицо вот а вы знаете между прочим лев то абсолютно неблагородное животное вы знаете что лев когда нападает на когда он завоевывает территорию молодой лев вот он убивает льва и всех щенков щенков просто здесь пытали и все дети и животных называются щенки кучу ли то есть он убивает всех львят да как бы вот я поэтому не могу мне нравится знак зодиака лев но мне не нравится лев мне нравится львица львица кстати очень неблагородная очень как бы львица но она такая очень мудрая женщина вот львица смысле ли львица как животное вот а лев мужчина до самец он абсолютно наглый вот вообще вы кстати живота мире очень очень много жестокости просто не прямо моя моя натура не не принимает этого вот ну ладно в плане того что доверяемся к домам то есть все равно понимаете нельзя просто смотреть дома да нельзя просто смотреть гальку ты начинаешь думать обо всем вот начинаешь подключать свой кругозор и понимаете вот здесь получается бессвязная речь потому что невозможно от зайти за границы твоего скажем так там какого-то твоего именно вот до сегодня обозначенного круга мыслей за чуть-чуть и это же каждый раз чуть-чуть это расширяется вот и поэтому конечно здесь бывает что ты думаешь как бы что сказать лучше и поэтому у тебя получается бессвязная речь в общем кстати андрей если хотите я вообще-то знаете больше час уже итальянка если честно то пошло сходить я вам буду говорить только по итальянски и потока по итальянски я хочу посмотреть как вы вообще это осознаете потом да значит знаете много чести вам на самом деле вот правда просто вы меня просто достали вот на самом деле достали не знаю когда вы уже уберете с моего канала потерять интерес просто короче вот и понимаете ребята мы даже знаете вот в этой свете всего что это красивые дома которые как бы относятся ну вот так по фильмам да по романам там относятся как вы знаете такая французская революция до примерно вот время да там там есть один дом не нравится значит мы там ходили около порта романа на написано что значит умирается что тут значит вот эти вот аристократы устраивали баллы примерно вот описывают время там вот когда была вот именно вот эти наполеоновский вольны войны это же весь мир гремел в общем то а тут они начнут опять баллы устраивают были постоянно вот и вообще и мне нравится вообще тоже дом есть где на веторе но это я там жила кстати одно время что там живут графья монцы кстати наш любимый монца мы к не вернемся еще и что они до сих пор там живут вот зачем это надо было вот при упоминании описание этого дома говорить я схожу к этому думаю хочу посмотреть какая там лепнина то есть этот дом вообще 13 века ребята 13 века мне нравится там разрушены дома их отстроили а это в 13 века стоит и типа его немножко там переделали вот я вот эти вот несоответствия конечно это просто луну вопиющие вопиющие вот поэтому дело в том что вот какие можно делать выводы никаких понимаете будем снимать вот единственное что я уже не согласна вот действительно ну как я вообще никогда не была согласна с официальной не наука не истории если бы против я говорю что я не стала дарвинизм сейчас изучать искали не буду этой херни еще не было даже ренте в который удалил как бы там его учение как бы псевдо учение разбомбавшил да я уже будучи студенткой я отказалась учить дарвинизм сказал что это не моя это не правда все общем вот год тратить на дарвинизм это было слишком короче просто я так думаю что когда накапливается информация мы будем просто ее накапливать сейчас накапливать 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 и как компьютер виде тоже они у я понимаю что сейчас они там они уже по моему сейчас немножко встали до уже нет развития вперед not будем накапливать информацию и что-то с вылиться но потому но я уже как минимум поняла что это такая брехня насчет того что там 13 век 15 век 17 век кстати согласно кто-то там первый сказал что тысячелетия не было да потому что действительно итальянцы серега этот от очень тайского сэта чинтэсского чинка чем-то синтэско то есть как бы 500 и 700 и 800 и это везде везде какую бы ты информацию не не прочитал они это так называют и никто не задумывается почему так если кто кого-то спросишь он скажет для удобства вот для удобства понимаете в общем и насчет света да к сожалению я тоже это поняла вот совсем недавно что последние два часа самые лучшие съемки но знаете сейчас у меня именно время отведенное для снимания поэтому поедем хоть и и как бы не совсем как бы удачное время для съемок но мы поедем все равно снимать потому что ну про меня горит горит вот я во первых хочу одену сегодня удобную обувь и пройду вот с палкой опять же я пройду покажу вам вот с верхней точки до вот всю ли не всю ли пройдем всю века как это всю улицу до порта до бастиона дала вольта от порта романа и опять я не знаю дойдем ли мы до места тут а я вам не обещаю не знаю я просто хочу сегодня вот эти бастионы посмотреть это как бы меня очень сильно занимает эти бастионы может быть знаете мы вообще придем тому что он на самом деле может быть докажем что нам не врут история то была такая как нам рассказывать понимаете все может быть понимаете я я вам что сходим снимаем наслаждаемся тем что можно снять посмотреть как бы пока еще там это все если у нас компьютерная симуляция да пока нам не поменяли декорации проснемся и завтра нет ни одной арки прикиньте да вот сломали нечаянно сломали как бы вот видите я говорила говорила что что-то будет что-то будет вчера все за сочи али все были отключены и ватсап и instagram и фейсбук они не функционировали где-то час примерно вот чутье чуть-чуть к чуку эзотерика видите чуку эзотерика что что-то будет да кстати и насчет того что какие взгляды у эзотерика вообще эзотерики никогда не должны говорить про взгляды свои начнем с этого но эзотерики это маги то есть это люди которые работают с превращением вещества из одного в другое вот так вот поэтому вещества физического потому что знаете вы мне это можете говорить про тонкое тело что хотите да тонкое тело в астральном плане люди которые вообще этого не понимают а ведь и круто физическое тело изменить понимаете вот просто понимаете потому что про тонкие планы можно я говорю что любой человек такой ого как тут можно деньжата срубить да без тонким планом а вы попробуйте физическое тело изменить физическое вещество даже не тело а физическое вещество изменить с одного на другое это вот интересно понимать вот этим занимаются эзотерики пытаются изменить вещество вот и некоторые добились такие успеха в чем-то нет я это не перселяю не надеетесь что палочка то у меня есть выручалочка но эта палочка не превращает ничего она превращает плохие видео хорошее видео видите уже превращение пошло сейчас будет другая палочка сейчас я разорюсь все таки потому что там с какой-то магнитной там какой-то магнитной подушкой или как-то бы притягивает там то есть там будет вообще крут супер-супер вот еще можно дроник китайский купить если не уже смеялась мне бы еще дроник такой за там типа палочка у меня за 8 евро да купим дроник там за 20 будет он полетит приподнимется на 15 сантиметров пролетит 10 метров но все что-то там нам сделает красивый этот красивый вид короче ну это так знаете чтоб что посмеяться чуть-чуть вот я просто представила китайский дроника утром сегодня мне стало смешно просто китайская палочка китайский дроник и ночи все супер ну видео я уже превратила видео более более благопристойные да вот речь у меня все таки как бы улучшается поэтому действительно ораторское искусство это я раньше и заготовленную то речь не могла сказать знаете если несколько мне нужно было выступить я так боялась я просто готова была застрелиться но не не говорит на публику вот поэтому да это все ерунда опять же все ерунда я ерунда но право так и есть понимаете у меня философия пофигиста вот правда вот но могу парать как бы женщины штуки я могу заржать потом тут же зарядать вот тут же за ну вот ты наверно психика да не испорчено не знаю но и у кого женщин такого не бывает попробуйте как бы для ради и так просто чтобы поменять что-то в жизни это тоже уже этого вы уже на своем уровне на уровне клеток своих меняете что-нибудь но я не я не совета не даю короче ребята два градуса два градуса в милане 20 марта зато будет интересно дата 21 до с 103 мы все это же 20 вообще вот себе 20 21 22 это очень эзотерические цифры масонские сейчас это модно модно господи я вас своих масонов то я со своими масонами лет десять носилась не думал что они так станут интересно альтернативщикам вот ну вот дорогие мои 19 20 21 второе это очень масонские цифры очень эзотерические кстати и в италии называется куспи да как интересно да куспит куспит на на стыке понимаете а куспит и куспи да это еще и этот почти как купидон да тоже интересно соединяющие вот думаете то есть человек который родился 20 21 2 называется что родился родился куспи да куспи да мать им родился на стыке знаков вот ему приписывать всегда очень такие сильные как бы эффекты и вообще вот этим цифрам присписывать сильные эффекты вот короче я уже капучино напилась кофе напилась и в общем все готова готова идти главное что палка беда у меня там вчера шрубчик уже ну китайский понимаете ручки то у меня тоже шаловливый но я ничего если что я куплю новый потому что ну чего 8 и 8 евро это подъемная цифра то если было за 40 45 начинала ломаться я бы там конечно сбыла вот ну знаете и раз уж и за 8 евро такой хороший может быть даже за 145 и покупать а если за 35 по amazon можно заказать за 35 поначалу и так вот постепенно постепенно увеличивать крутость ну ладно ребятушки ждите моих видео я поехала в центр короче едем а сегодня на вот это вот прежде чем над было вот этом буду где я найду место в общем лучше да где место найду там и там там оттуда и начнем в общем вот в сторону порта грибальди поедем опять это это рядом с ареной это рядом с ареной будем там около нашего ленина ходить может она какую-то мысль это подкинет короче пока